МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это деревня Тубышки, церковь Святого Николаева. Она построена в 1832 году Григорием Никитичем Черняевым. Это известный полководец, но больше у нас известна эта местность его сыном Михаилом Григорьевичем Черняевым, так как он был первым генерал-губернатором Туркестанского края. Также он известен, он является народным героем Сербии. Мемориальный комплекс Тубышки был открыт в 2006 году, именно посвящен Черняеву. И теперь за музеем закреплена вот этот мемориальный комплекс. Мы здесь приезжаем, убираем, подгребаем постоянно листья, выметаем все, что-то... Ну, следим за могилой для того, чтобы окончательно здесь так не было все разброшено и разбурено, насколько это возможно. Вот наверху уже, вот штукатурка уже, ну, много где трещины пошли по штукатурке. Пахнет историей все-таки от... стены, стены, все здесь пропитано какой-то историей, пропитано эмоциями человеческими. Там, не знаю, раз это церковь, мне кажется, и слез каких-то тут людских тоже много. Как люди приходили, о чем-то просили, чего-то хотели, чего-то ждали. И, ну, они верили в то, что это исполнится, то, что им обязательно Бог им поможет. Как кораллы все равно. Церковь на море. Это родственники Михаила Григорьевича, это, видимо, отец его, жена. У них же тут вся семья жила, поэтому тут на гробе... Ну, здесь было кладбище, и все были похоронены, и вся семья. Леферт, 1894 год. Ветер, да. Вот это вот могила самого Михаила Григорьевича Черняева. Вот здесь вот этот вот памятник ему тоже современный установили, когда мемориальный комплекс открывали. И вот само надгробие такое. Это настоящая могила, да? Да. Да, это настоящая могила. Вот указаны годы жизни. 1828-1898. То есть, ну, и последние годы жизни по своему завещанию он был похоронен в тубышках. То есть он изначально хотел, ну, завещал, чтобы его здесь похоронили. Горячее февральское солнце. Это супер. Да. 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 Как кто? Особенно тубышки. На одной будет написано тубушки, а тубышки. Как кто? А вы как? Ай, ну я тубышки. Музыка С 59-го года я тут пришла уже замуж сюда, это самое. И тут поживу теперь все время, качую тут. Была деревня большая у нас, людей много было, молодежи было много, дедочек много. У каждой хаси по 5-3 дяденочки было, в школу ходили, пешком много, это самое, у Загоранки, это далеко. Теперь два дяденочки на автобусе возить, это самое, далеко. Теперь отжила уже, деревня отжила уже, нету деревни. Вечером тебе не взгляжу, но колени все это улезут, а большому дому нельзя, у них уже места не хватает. Тебе надо будет бегать, у ногах тебе не будет бегать. Хорошая качка, хорошая, хорошая маленькая качка. Розовый носик. Все стараяся, 84 годы, ну что тут из меня уже возьмешь? Кажется, в Ашмипу все сделала, все пособила. Бывало, не думалось, а коли отдохнешь, коли поспишь, коли газету почитаешь. Неколи было за работы, на фермах работали. А теперь хозяйство у вас есть? А теперь только курочки и собачка. Да мы хорошие, не ругайся. На территории деревни находится 10 хозяйств, проживает 41 житель. Из 41 проживающего здесь человека 18 пенсионеры. Люди уже преклонного возраста, которые и находятся, кто за которым ухаживают или дети, или соцслужба, соцработники ухаживают. Но это то поколение людей, которые еще помнят наши старые времена, помнят Советский Союз. Они считают, что это было хорошее время. А так больших отличий, наверное, нет. А люди здесь хорошие живут в тубышках? Хорошие, отлично. Лавка проходит в который раз у меня день. Середа, шестер, пятница, суббота. Вот и копаемся по маленькому. Кошек у вас сколько? Девять. Зачем вам столько много? Я даже жить хочу. Два собаки. И курает там четыре пелни, и штуки три, наверное, куратся. Все хозяйство. Я здесь учился, в Могилеве я учился. А потом остался и женился, дети, кто живет, двое детей, тройнука. Живем здесь. Как ваша жизнь здесь? Как жизнь здесь? Жизнь нормальная. Никто не обижает. Как вам сказать? Как в Белоруссии живет, так и я живу. Так им относятся, так и меня относятся. Живу нормальный, гражданин Белоруссии. Как же вас зовут гражданин Белоруссии? По-белорусски или по-азербайджански? Ну, давайте сначала по-белорусски. По-белорусски мне зовется Эдик, по-азербайджански Ильтифат зовется. А фамилия? Милику. Жена, дети, семья, все живу. Слава Богу. КОНЕЦ